всем привет вы слышите опять лёшку халецкого и это продолжение ффа сериала где все против всех вот только что кецал атомную ядерную ракету на которую не давали на русского началась война ну так как и предложение между так как у всех защитные пакты с русским то автоматом перс и майя перс и майя тоже а вот и русские в ответочку на кецала ближ ну давай филы так что кецал на это скажет он не видит или видит так он видит а парит стоп это я русского включил кецал еще видимо не не увидел что на него скинули или грязную работу на меня скинули ну и что получать свою штуку средств дача получает удаляется да это ведь раньше в каких своих как бы как не в своих интересах каких интересах еще он боюсь его интересы чтобы ты улетел интересы что он не сможет остановить допустим этого ару старый то что он делать будет это не может меня остановить и во первых ара позже улетит согласиться ну там пару ходов разница игра была на а а ну одним x ком конечно перс не останавливайся мне дарил x кома ладно я буду да все на убой посылать может что они сделают слушать у тулуме нет аэропорта да и вот и лоханулся надо просить тебя купить там аэропорт за денег ты мне не дашь на аэропорт там а ну это вообще это надо ну хорошо слышно он а ты сейчас там там блин 7 ходов еще точнят ну я сейчас короче не буду успевать ходить без короче куча юнитов что-то в этой игре все почему-то войны выглядят такими неподготовленными ну пицца вообще вот события на одной части карты на другой писал от все ядерные ракеты титр бы хорошо ядер бомбанусь потому что там нет убежища и там часть строится если бомбануть промпу в разы так и обрежется и часть строится на джордж у них прямо на равенство на море умки цела и сириуса конечно но я хотел сказать что кецал очень опять неподготовленная кинул ядерную ракету на москву то есть просто кинул ну ответ получил на фивы но это опять же не думаю что фивы будут захвачены так а что вообще кецал тут собирается делать высаживаются икском и ну фивы я думаю тоже сейчас не берутся тремя икс комами тем более тут стоит стоят юниты ничего подвисла всегда быстренько деталь присоединить не не фивы тоже не берутся понятно смотрите ядер и убил все самолеты в тулу ответ что хватит а русский скринулся ядерную ракету на тулу чтобы самолеты все убились да ну правильно но я думаю вам все видно я то есть я стараюсь не говорить потому что не сказать что тут много разговоров между игроками как раз идет и хотел сказать что у сириуса видите минус 14 несчастья стало и у него стали появляться партизаны причем партизаны в виде современных танков я хочу сказать это такая штука очень неприятная ну правда у него там куча икс комов но он видите около москвы да два современных танка в принципе ну и тут конечно икс комы высаживается русская разграбит дорогу ну правильно правильно чтобы ну не кажется зря он ходил я бы на его месте разграбил дорогу потому что как раз все города соединены были со столицей то есть как минимум два города наверное без связи беста хотя они там уже порты у него построены тоже мира не очень так ну пока тут русский с египтом бою и давайте глянем чем занимается арара везде строит современные танки блин только сейчас сириус увидел я рассмотрю у кого сколько времени построено до обычные а современные которые алюминий требует проблема ары в том что у него только четыре нормальные города то есть он построить сейчас вот эти четыре детали но ему еще две надо построить они больше нигде у него не строятся то есть это еще не победа он четыре детали построить и еще две ему придется строить то есть еще как минимум не знаю но хода четыре так точно поэтому в данном случае мы следим все-таки за сириусом и кит салом сириус продолжает детали строить хотя вот в москве эти решил аэропорт но и у меня вся москва закрыта жил я надеюсь что перс будет уничтожить а да кстати я сказал что он может помочь писал же специально ждал кинуть ядерную ракету но поведуар ну это не так и целом видишь у нас выиграет и целом короче до арики целом очень близко не сыграл пока не ночью даже раньше он может просто раньше улететь чем да не чем мне тут разбомбили территорию поэтому я не могу улететь ну кстати выглядит что что кит сал таки раньше выглядит что кит сал раньше ар и просто еще раз напоминаю ария ара только четыре строит четыре штуки четыре детали корабля и еще две ему надо построить а кит сал как раз подгадал помните мы в конце прошлой серии обращал ваше внимание что кит сал посмотрел что один ход остается русскому как раз построилась деталь у русского и кит сал зафигачил ядерную ракету то есть да одну деталь он русскому давай я делал перзай ну компьютер не умеет прятать детали то есть тут не будет так что и фил он просто день компьютера такой он нехитрый парень он строит деталь присоединяет и строит присоединяет так что тут еще еще бук раз далеко а все живые игроки они строят практически всегда детали одновременно хей ну блин я не понимаю чего ты добился вообще скажи ну вот и мир заключили русские с египтом тупо 2 добрал у меня победу и отдал его июаре но не то что я надеюсь что этот как сейчас наступает стадия нытья кто сейчас больше всех проигрывает сейчас русский улетит все все еще улетает раньше чем ара да и что допустим даже если улечу блин я в принципе да ну там у меня уничтожил детали все как ты могу летать ни одной детали не хватит да 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 не никак давайте посмотрим что творится у напомню у русского есть еще инженер поленки через один ход двигатель текай пять ходов ну уж моля один ход ара через пять ходов в общем а никого не посчитал а ничего что мне еще две детали строить я не одну не отправил ну ты эти прятал просто нет нет если бы это все было так мы знаем что ара не прятал детали у него действительно этих двух нету а у русского а где инженер торговать тебе тоже не в моде да русского где-то был инженер вот он внизу стоял под москвой сейчас его что-то не видно может убил тоже ядерной ракетой кицал а ну и глянем что у кицала но у кицала опять же он только одну деталь присоединил по моему одна у него еще где-то была куда-то спрятана я помню что он тоже какую-то одну деталь а нет это не деталь была это ядерная ракета то есть кицалу надо еще пять деталей три у него только строится то есть как минимум еще тоже одну ему не хватает и соответственно у русского одну не хватает давайте глянем еще перса на всякий случай ну перс алюминиевые заводы тут как-то без вариантов так что русскому не хватает ну а как ты хотел там салют вот он строит он две детали присоединил три строит да я думаю последний понимаете все боятся драться потому что без науки то бесконечная игра просто будет да с другой стороны без науки невозможно дипломатии тут никто никогда не даст победить туризмом кто-нибудь мог бы попробовать ну то есть в данном случае кто улетит с другой стороны да но перс хочет сбросить на армбомбу хотя бы ну это уж от перса зависит еще а как я откуда я брошу я тебе город могу подарить я тебе тоже могу город подарить если ты сбросишь ага ради такого дела да ну вон началось дарение городов конечно ага я еще так построю две не увидишь не сразу да еще две детальки надо шесть ходов а вы что не можете больше вот ара у нас кецал может ара через шесть ходов и не хватает ему денег купить ее у вас тоже оборонки ну там может он даже если одну деталь купит то ему другую даже если купит сейчас деталь ара ему еще одну по любому строить те же самые шесть ходов тёпиаш ты будешь скидывать бомбу на майя? а нет бомбы на майя я уже на майя я строю чуть-чуть могу рассказать секрет оттуда бросался ну я понял спортира где-то да думает что майя тут побеждает ну и спортира выше и подвинется то есть не кецал просто смотри как я думал пока ты еще не начал улетать я думал что не собираешься улетать вот мы сможем сначала там остановить русского то есть мы не смогли бы потом либо ну и я остановили бы вместе уже ару вот так как вы все улетаете то есть какую смысл мне сейчас сбрасывать на ару ну то есть это реально я просто буду мешать ему и помогать вам то есть если у вас у троих космическая ну да когда на меня сбрасывали это так нормально я тебе говорю что когда на тебя спрашивали у меня была такая мысль что официал не будет делать и что он хочет все так то есть а тут все уже понятно то что все будут строить домики ну вот все собирается улетать в чем смысл мне ари пороть игру ну да а мне можно было я улетаю позже русской как я не стараюсь тем не менее да возможно все равно улетаешь по-русски ну перс в очередной раз дело говорит опять поясню если бы кецал во-первых не распылялся вот так он три ядерных ракеты в разные места кинул если бы он собрался не строил космический корабль а вот целенаправленно бы шел в армию построил бы много икс комов и так далее я думаю вот то что я вижу он бы мог наверное продавить и майю и русского но это реально сложно действительно то есть я не буду говорить что блин тут без вариантов бы продавил но я играл в таких играх когда люди вот там многие идут строительство корабля когда что не все улетает а человек собирает в кулак неплохую армию то есть там несколько атомных бомб или ядерных ракет много икс комов или стелсов и буквально за два-три хода захватывает этих самых вырвавшихся по науке то есть тут что главное тут главное первое захватить столицы соперников потому что это очень большой ларп и комик но кстати имейте ввиду что союз проект Аполлон не уничтожается при этом он остается он типа переносится в новую столицу то есть человек все равно может его закончить надо иметь ввиду и второе очень желательно уничтожить ресурсы урана и алюминия сами расставляете приоритеты какие ресурсы в данном случае важнее уничтожать вот ну с другой стороны если у людей построены алюминиевые заводы мусоросжигательные да по-моему заводы которые дают алюминии уже сложновато им еще очень классно найти где-нибудь спрятанные детали космического корабля и на них скинуть ядерную ракету это вообще практически лишает человека шансов на победу потому что он тратил большие ресурсы на постройку этих частей а теперь у него нету ни армии ни возможности улететь поэтому я например уже в последних играх как-то предпочитаю несколько деталей первых все-таки присоединить космическому кораблю не изображать из себя такого скрытного чувака тем более если у тебя сидят шпионы чужие соперники видят что ты строишь детали но они не присоединяются им становится понятно они начинают усиленно искать где эти детали это очень опасно а сможете ли вы угадать благодаря кому появилось это видео да 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 традиционно 2gis эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов которые работают даже оффлайн но и поддерживает мой канал о стратегических играх 2gis адреса расстояние время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении 2gis если быть точным то есть у него 3 детали одна скоро закончится и 2 через 5 ходов нет даже 4 уже 4 хода то есть ара побеждает через 4 хода если никто его не обгонит у персова без вариантов кицал тоже 4 хода кстати тоже 4 хода и русский 1 ход 2 хода неужели 2 хода если он не переключался на по моему ему больше деталей надо было тут только 2 детали я вижу да потому что у меня сомнение что он через 2 хода улетает ему еще нужны детали у меня должно быть 4 детали по моему как минимум но он тут видите решил немножко юнитов поднастроить я понимаю ядерную ракету тоже строит ну с кицалом он ближайшие 8 ходов уже воевать не может так как мир заключил то есть ему эти эта армия против кого против майя так майя по моему на двадцать седьмом ходу только двести двадцать седьмом ходу у них оборонный союз закончится ну вот у него построилась так видите еще одна семь ходов у русского еще семь ходов так это он присоединил Египет тоже присоединил детальку всемирная всемирная выставка нераспространение ядерного оружия ну кстати тоже не многие знают ну хорошие игроки знают естественно а вот еще одна деталька приехала все таки она была спрятана у него там по моему он там не строил деталь ну как минимум у русского еще одна деталь на семь ходов как видите то есть похоже похоже спорить будут за победу Ара и Кицаль у них по четыре по четыре хода если только я все таки не проспал я помню что был инженеру русского я не вижу его почему-то сейчас так вот по поводу нераспространение ядерного оружия то есть когда давайте когда принимается этот когда этот проект в конгрессе то вы не можете никто не сможет строить но построенные уже ядерные ракеты и атомные бомбы сохраняют свою силу и вы можете их скидывать то есть есть такая тактика понастроить ядерные ракеты сохранить их протащить через конгресс протащить через конгресс запрет а потом радостно всех закидывать не ожидая в ответ ничего плохого ну по поводу майя это конечно китсал опять же нагнетает они улетают вместе то есть выглядит так что через четыре хода одновременно майя и китсал заканчивают а нет вы смотрите 7 ходов в мемфисе помнишь от сети да ошибся я 7 ходов неужели неужели ара побеждает ну но по-моему защитный пакт опять же с китсалом у ары нету блин прям интрига я ну проблема в том что я знаю реально кто победил я вам говорил еще в начале сериала но вот сейчас выглядит так что мне не очень понятно как этот человек побеждает даже так да объявил все таки китсал объявил ари войну и что я про него даже забыл кстати я хотел вот в кангуре построить скину ядерку но как раз туда доплыл и ты там построил 3 так 7 у сириуса проблемы серьезные со счастьем кстати это довольно сильно влияет на производство 10 несчастья это примерно минус 20 по моему процентов производства если не изменяет память ну вот один ход то есть вот в санкт-петербурге это строится деталь и последний останется это в москве 7 ходов вот сириусу и у китсала 7 ходов вот сейчас бы где тут китсал сейчас бы конечно объединиться китсалу и сириусу блин реально против ары но у того это блин сколько ему осталось две детали по моему последняя деталь осталась а две две нет осталось осталось объединиться что получилось в этой игре да очки дополнительно очки в принципе в этой только вправо не как в четвертом части может ядерная ракета ну москве Не, ну слушай, вот если он проиграет, это будет надолго. А вон деталь, короче, а вон деталь Эхиопа. В самом правом направлении со мной, вон, стоит вот этот, то есть это не здорово. Ну, он его отпустил, а, оказывается, нет. Ты че, ему реально одну деталь осталась? Если он ее доведет и построит еще одну, то он улетел. Раз, два, да, две детали Эхиопа осталось, ничего себе. Не, Майя, я могу прилететь Эхиопу мне. Вот так. Но ты мне должен дать открытые границы, чтобы я его одесу обыкнулся в Адову и так лестнику. Блин, ты бы хотя бы не дал ему это самое. Ну, предлагай быстрее. Открутить никакой нервы. Нервы. А крысати куда лететь там? У тебя где-нибудь есть? У тебя водица Бэйби у меня есть. Крутите, пожалуйста. Тутанхамон смотрит, наверное, видео, думает, нафига я вышел. Ну, с другой стороны, они играют на уровне сложности бессмертной, по-моему. Там очень большие бонусы у компьютера. А никак, никак, я никак не могу. Никто не может сэкторить. Так нельзя же это. По правилам группы уже нельзя это делать. У меня убиты все эти. Не, я могу, но мы же просто все очень свиньки. Не даем правил груз. Нельзя. Я уверен, что он не улетит. Потому что сейчас, скорее всего, все-таки улетит груз. Потому что в его голос я прям слышу очень много радости. Ну, русский улетает, да. Вот правда. Очень много радости слышно в голосе Ары. Ох, мой блог. Ну, как русский улетает, если у него вон пять или шесть ходов еще эта деталька. А у Ары два хода. Ну, ты что, вот начнешь себе не улетать, а распилите. А у Кисала пять ходов. Никто б там никого не распилил. Все было бы хорошо. Я прям уверен, что все было бы отлично. Не знаю почему, но почему-то вот уверен. Ну, если сейчас Эфиоп не улетит, то я выберу. А, ну, инженер появился, да? Все-таки использовал инженера только что русский. Ну, тогда поздравляю. Если бы не появился инженер, мы один ход с тобой улетали. Ну, я же говорил, что есть у русского инженер. Жаль. Ну, вот один. Один. Один ход остается. Один ход опережает он все-таки. Ару. Ну, давайте все-таки посмотрим, мало ли что еще произойдет. Всякое может быть. Блин, Ара, у тебя же есть деньги на деталь. Че ты не купил ее? Еще раз глянем. У Вары. Ну, два ходов. Теперь на пять свободы взята. А надо на шесть. А, на шесть надо. Три-пять, да, точнее. Ну, если в Тио-Тио-Кане не построится сейчас этим ходом деталь. Сириус взял политику для инженера. Я облупил Тио-Тио-Канцева, не вспомнил. Хотел смотреть сколько денег у Эфилопа. Захожу, а он в Вары. Пришли порасти крещадо. Ара, ты через сколько улетал ходу? Ну, следующий. А ты кецал. Ну и следующий. Через пять ходов. Да, Арики чуть-чуть не хватило. Вот это проблема малого количества гордов. Так че, может Ара тебя перекликает еще? Нет, я на свечку снимал. Да. У него два хода. А, да. А, ну сейчас инженер Арики решал, да. Прикольно. Ну не инженер, а политика с инженера. Ну да, да. Я думаю, ты ее давно уже взял. Перс ничего не может сделать. Можно я в тебя бахну бомбой? Нет. Нельзя. Надо было бахать. О, остался у Перса. Да уж. Ну видишь, Ара все-таки насчет оборонки. Опять музыка эта звучит. Ну ладно, ты потеряли бы меня. Так не в теме, но громко. Нет. Я серьезно тебе говорю, что я бы тебя не атаковал. Да, оборон? А тебе и не надо было. Да. Да я не думал, что он у тебя добрал. Легко вообще. Да, там столь, я же не остался. У меня уже тысячу лет стоится. Как ты понял, что я заключил с тобой оборонку? Вообще здесь. Как вы можете заключать оборонки в информационной эре? Это полное чувство. Ну я же согласен с тобой. Да, я не помню. Но при этом, если бы я с ним не заключил оборонку... А, у Перса оборонка с русским. Далетели! Поехали. Поехали. Поздравляю, Сережа. Да, молодец. Поздравляю с победой. Это, в общем, если бы я не заключил с моим народом, то нахалдам вам не было бы тогда араб. Мы все собрались летать. Если бы кто-то собрался не летать, а вырывать, тогда бы мы... Не привели свой народ. А так все собрались летать. Ну и смысл. Ваши тревушки скрячиваются... Одного, максимум, одного совместного усилия мы бы вынесли, но второго мы бы не смогли лететь. Вот чертишка, понимаешь. Там очень много. Науки было под 1000. У тебя вообще классные два города, конечно, вот эти вот. Все в джунглях, у горы... И никто тебя не трогал в свою игру. Ну так никто не трогал. Я бы не сказал. Ну так никто тебя не трогал. Я с ацтеком воевал? Ну... Я думаю тебе стоило мои два города просто убирать. Сейчас не говори. Не, ну слушай, я бы тогда просел. Там надо строить кучу фрегатов. А мне нечего, я не выходил в фрегаты вообще. Ну я видел, что у тебя фрегаты есть. Не, когда ты вышел, я там занимался с ацтеком. Я его забирал в столице тоже. Да, производство, конечно, у меня под 600 достигало. У второго мая было... Ну это за счет местности, а не за счет этих... У меня железо больше. У меня было за счет одно железо и две лошади. Ну и столица, конечно, у меня хорошо расположена. Ну сейчас ребята будут обсуждать игру. Я свое мнение скажу после них. Три цветки обстел. То есть в конце видео уже. Дослушайте, если вам интересно. А сейчас вот довольно, ну, долго ребята будут... Общее мнение о том, как игра закончилась и что было в течение игры. Это было мало. Это все. Не все. Подставал, потому что он... И потому что он пошел... Он за чем-то честь ответил, поэтому не подставал. Ну он пошел просто с войной на ацтеку. Честь. В хорошем русский ты реально... Мы все призывали, когда ты построил этот корабль. Ты реально мог намного раньше улететь. Ну, может быть и мог, но я так строил... Я, во-первых, выходил в X-FOM, Stealth и все это. Поскольку был у соседа. И я бы не успевал чисто. А потом ученых я начал сжигать уже после вас. Учитывая то, что были приняты научные стажировки. Я выгоднее их сжигал, так скажем. Вот. Ну, я бы не успел улететь. Думаю, если бы я бы сразу пошел к работе. Почему тебя вообще никто не трогает? Да, но я готовился к войне с Майя. Приустрелцы были. Да ты меня всю игру испортил, гад. Я третий раз на тебя не пошел все-таки. Два раза не могут. Два раза. Он тебя заставил прожечься, да? Ну, я думаю, что он иногда проименял. Ну, а честно, с самолетами брал бы тебя или нет? Не брал бы меня самолетами. Что-то какого-то что-то. Ну, чеченица я бы тоже взял бы. Нет. Он игру не только все испортил. Он всем игру испортил. Ну, то есть, как всем. Мне тоже он игру испортил. Он тоже напал и заставил прожечься. Он как бы... Да. На меня он тоже напал и заставил прожечься. Точно так же. Он поэтому и тебе... Надо было, короче, распилить его еще давно. Как только вот... Ну, манец не пал. На меня вообще не удар, честно говоря. Вот он на меня напал арбой. Тогда я тоже, специально. Надо было распилить его тогда. Может быть, ну, не знаю. Может быть и нет. То есть, надо просто идти перейти его дальше. Когда он на меня напал, после своей армии надо было идти с него, перейти с тобой вместе. То есть, я Бадим, конечно, не распилил. Когда он меня напал? Не надо было вам оборонки просто заключать. Вот наша главная ошибка, что оборонки заключались. То есть, столько игр сыграли, блин, и заключать в информационной армии оборонки. Я до сих пор считаю, что я поступил правильно. В моем географическом положении лучше пытаться самому улететь. И я бы улетел, если бы не это сраный генер. Вот я улетал на 220... Ну, а при кейре у тебя была бы возможность скинуть бомбу сейчас. Ты бы скинул и улетел бы. У меня бы не было этой возможности, потому что меня бы захватили 25 каток назад. Да. То есть, он в своих интересах действовал. То есть, если бы даже я его не сносил бы, то я бы... Так и он отстал бы по развитию, что не смог бы улететь. Не, ну я, конечно, не видел, что у вас происходило. У меня в поленке я бы отдал. Да, у меня было куча ломов. Просто море. Так что... Я единственное, чего боялся, это его ядер. Только у меня... А моих юнитов ты чем убивал, что у тебя там не было? Ара. Слушай, я... Слушай, я две... Этих сам... Я твоих юнитов не был очистом. Вот. Я два раза посещал столицу и ловил туда ядер. От тебя. А потом ты убежал на себя, что я вдруг... А потом ты говоришь, ну ты че? Да я бы на тебя не напал. Знаешь, вера тебе. Нет. Ну, нафига мне это отдавать, что ли русскому победу? Знаешь, вот примите ты тогда, даже когда я тебе предлагал... Нет. Ну, раз к второму ядерке. Я бы с ними умерелся. Там бы мы еще по это сам. У меня была своя ядерка. И тогда бы еще можно было о чем-то говорить. Да блин, просто надо было... Надо было сказать, понимаешь? Подожди, Ара. Надо было сказать, что типа, либо я сейчас воронку заключаю, либо давай мир. Ну, ты просто в тайне как бы заключил с ним оборонку. Я в конце ходе специальному так кинул то, что... И потом, кстати, я тебе сказал, типа, это... Как будто я хочу с ним воевать... Просто я, видишь, такие вещи я все время говорю, что типа и Сириус, и что либо мы миримся, либо это. А так в тайне заключать оборонки в информационной эре. Что без тайны? Ну, ты не сказал об этом. То есть я узнал о том, что оборонку уже потом. Если бы я знал, что ты оборонку заключаешь, ты бы сразу мир кинул, конечно. Уже было поздно. Специаль, я тебе говорю, если бы я не запечатал оборонку, я отдаю ему столицу. А когда ты говоришь, что мир надо было заключить? Я тебе бросал, что он раскатывает вторую и ты сам ядерку. А, до вторую ядерку? Да. Конечно. Она убила мою ядерку и убила всех людей, которые стояли в окне. Ну, в конце все равно дело не в оборонках. В любом случае... В конце бы, ну, не заключили бы оборонку, но распилили бы Сириуса. В любом случае тогда бы летел Пицал. Ну, ничего. Ну, или почему? Летел бы Майя тогда скорее, очевидно. Летел бы Сириуса, потому что Майя, опять же, я мог бить с двух сторон. Да, тем более. То есть, Майя могли бить с двух сторон. Тебя никто не мог бить с двух сторон. Только с одной. Да почему? Прямо тут ядерки можно кидать с моря только так. У меня нет уже с моря. У меня вообще на самом деле географическое положение. Я думаю, я солью с двумя в середине игры. Ну, ты мог слиться, если бы только на тебя с двух сторон пошли. Но ты против двух-то не воевал, по сути. Ну, так вот, в общем, да. Потому что Эфиоп с Ацтеком воевал. Я все время боялся, что самое, нормально напасть на Рукова. Потому что Эфиоп, там, ну, идти, там, по четыре года. И, слушайте, если бы Эфиоп не ливнул, мне кажется, что он... Ну, я думаю, вряд ли выиграет, но он бы подпортил в Египте очень много, я считаю. Видишь, что ему осталась одна деталь построить. То есть он мог бы втихаря их строить. Я думаю, что мы особо бы не полили его там. Он мог бы втихаря там все что угодно, то есть... Да нет, полили бы тогда, полили бы его. У него науки было мало, на самом деле. У него было мало науки, чтобы Эфиоп построил. Нет, ну, было интересно. Ну да, до последнего у него не ясно было, кто выиграл. Ну, конечно, Перс, ты меня, конечно, перекликал в начале, город поставил свой. Если бы я Питер поставил бы у горы, то было бы очень и очень классно. Не было. Так, так. Тебе надо было... Слушай, у меня в столице вообще промки не было в начале. То есть у меня ни холмок, ничего не было. Ты мог поселы построить раньше меня раз в пятьсот и поставить город, где ты хочешь. Да, но я сначала решил построить святилище, потому что хотел религию с кармышком. Ну, я тоже построил сначала двух шкаутов, святилища, потом поселы. Мы с тобой одновременно строили, но... Да, ты меня перекликнул, конечно. Перс, ты что ж, по идее, из краю? Ты мог, в принципе, там... Ну, Перс, там место с говно, поэтому я шел, во-первых. Я не ожидал, во-первых, что у него что-то будет. Потом мы ему начали помогать, когда я первый раз на арбалетах пошел. И когда он видел его арбалеты уже, я понял, тоже бессмысленно воевать. Заключил с ним мир, пошел на Ару, посмотреть, что у него там. У этого универа он вышел, я видел, он в джунгли там. Пришел, у него тоже там рыбцы, видишь? Потерял пару юнитов, заключил мир. Ушел ни с чем. То же самое с самолетами. Повоевал с Арой, потом... Не, но тут... Дело не в помощи, просто по Саргаду исходили так, что его очень сложно взять. Ну да, то есть замок был, нет? Нет, замка там не было, там стены были. То есть они на холме, там река была еще, чтобы пересекать реку, чтобы взять. Потом еще там джунгли, холмы взять. Это вообще нереально практически пройти к ним было. Поэтому я даже не думал, что ты нападешь. Потому что это был очень странный шаг. Ну денег у меня было много из-за гибралтарской скалы. Поэтому я настроил не знаю сколько там меткалуков и пошел арбами как только так сразу. Я думал сейчас играть легче будет. Просто смотри. А у тебя уже пики были, понимаешь? Ну да, то есть я от твоих арбалетов дефал пиками и меткалуками. Но это... Дело в том, что я видел твое место... Я просто рассуждаю, как я бы делал. То есть я бы на твое месте не нападал бы на меня, я бы расселялся. Ну где ты поставил последний город, где все жители в конце были в итоге? То есть я бы его поставил намного раньше. Ну то есть ты туда пошел сначала, а не нападал бы. Ну там джунгли, понимаешь? Там местность такая, что... Серебро просто у меня было от Малаки. Я ее завидел в самом начале очень сильно. А город там стоять не особо хотелось бы. Там я расселился, как было место, позволялось. Туда не особо хотелось, потому что там обрабатывать и обрабатывать еще надо. А у меня было еще где обрабатывать места. Поэтому я решил твой город просто вынести и вообще твою столицу из себя вынести. Я думаю, что все вообще в школах. То есть поскольку тебе реально военная помощь только с другого конца можно было нападать. А Майя на меня идти там вообще очень плохо. И на Нижний город, и на Питер, и на Верхний тоже не очень. Я от него потом даже бригаду построил там. Не, ну после Аргады все равно арбалеты мы не брались. Там очень сложная местность. Там даже метколуками. Даже если бы я не вышел в арбалеты, можно было метколуками задать. Потому что... Ну, нет, ты в полуке все твои переливал уже. И не крепость бы я поставил, если бы туда, куда я поставил в второй раз. А нет, в тот же раз я не ставил. В Перце тебе нельзя было через Бурю эти пытаться наносить русского пояса, если у тебя плохая территория? Да, я, кстати, этого боялся. Я думал, он по воле. Он очень много не брал первую политику. То слишком в том, что если плохая территория, видишь, ты так достаточно отставал всю игру. И, видимо, начинала была воля. Все-таки братья как-то пытаются что-то делать. А для воли... Нет, для воли плохо. В том плане у меня было для воли плохо, что малых холмов. То есть, если бы... Ну, по воле селиться наравнение без... Воля на то и воля, что она дает производство, когда его нет от местности. Ну, нет, достаточно. Бережителю стольный стольный столь. И гребать своих бессмертных. Реально, я не пошел на тебя метко луком, потому что я боялся, что ты бессмертный. Я бы... Ну, то есть, тут нападать на русского точно так же. Во-первых, это русский, который в начале игры по промышленности в любом случае передает. Не в любом случае, но, скорее всего. Во-вторых, там местность... Ну, не скажи. Во-первых, у тебя там юнит уникально хороший, да? Во-вторых, если ты поставил бы быстро там три города и начал клепать все там бессмертных и лучников, то можно никого. Да, опять же. Ну, там местность, чтобы нападать. Местность очень плохая, чтобы нападать. Реально, там местность для атаки... Ну, то есть, это же другое. Если там нельзя нападать, то да, тогда, да. То есть, местность, что для атаки на пасаргады? Да, там через джунгли просто. Джунгли в три слоя, по-моему, там были. Вот так вот. Ну, и после этого ко мне равнина и к нему пустыня. Надо было на эти джунгли поставить город или... Ну, он так и сделал, он мне перекликал, в итоге я открою второй город Питер, вынужден был поставить правее, а не у коры. Вот. Ну, это, конечно, зазлило. Просто вышло так, что как-то вот мы втроем шли впереди, а Эфиоп и Перс отставали. Если бы все ровно шли вообще вместе, то было бы... Ну, я отставал, это, я отставал по промке. Не на десять процентов, я не знаю, там, по науке, по... Я не знаю, почему, кстати, Эфиоп так отставал, он вроде бы и усилил с ацтеком, да. А я по науке не оставался совершенно. То есть, я по науке вообще не оставался практически. То есть, по науке я шел ровно со всеми. Просто, я пошел в лабы, и когда я пошел в лабы, я вот хотел у Питцала тырить техи, Чего васistas нету, и я ему сказал, что тех тырить я не могу, прям-то! Ну, не могу. А у Питцала, по моему, кто только не тырил, хьёох. Так я ничего не тырил в итоге. То есть, я не мог тырить у Питцала техи практически всю игру. То есть, потому что, ну, практически вовinde шел с Питцалом, потому что я не мог у него техи тырить. То есть, мне показывало, что я не могу ничего своровать. Вот, но... Потому что его все своровало, primaca. Нет, я ничего не давал ни разу у тебя. Я своровал только одну теху у Майя. Я виделши многие там, как это? Нет, подожди. Я не помню даже, я, кстати, не помню, кого я своровал, по-моему, в общем, он первого поймал, в инфрационной эре уже, по-моему, первого уборка. Я ядерную физику, по-моему, в последний раз у Египта спер. То есть, Китцал, я у тебя начал воровать техи только когда уже вышел сам в стелс и x-ком, и я у тебя уже воровал, там, интернет, вот, ну, в общем, то, что уже не нужно. Интернет спер, ничего себе, вот это да. А мне уже больше нечего было переть, то есть я уже открыл там ядерки, бомбоубежище, x-ком и стелсы, все открыл, ну, как бы, теха своровалась наконец-то. Я открыл там, ну, своровал интернет, там, хорошо, почему бы нет, ну, все же, там, персом без инета сидеть, вот. А до этого я у русского спер одну теху хорошо, качественную, и еще у мая спер хорошо, вот, и все, то есть две техи тут спер. В общем, слушай, если бы ты не заключил бы со мной баронку, то я бы на тебя сбросил просто ядерки, так ладно. Так что... А я не думаю, что ты бы на меня их сбросил. Если бы ты на меня сбросил ядерки, то тебя бы Китсал забрал с стелсами, которые по-моему, с ядерками. То есть до твоей оборонки, вот только после заключения с тобой оборонки, я приключился на скорейкистовый обиток. Ну, ты посмотри, когда мы, у нас с тобой оборонка истекала, у меня уже к тому времени были стелсы, x-ком и бомбоубежище, так что твоя ядерка бы стелсы не убила, и я мог бы тебя бомбить. Поэтому я и говорю, что я очень тупанул, что выключил, потому что у меня уже все техи были нужны к тому времени. Возможно, тогда что-то. И что ты думаешь, что нужно было делать? Надо было пытаться пилить его вдвоем вот с тобой тогда, в Средневековье еще, наверное. Попытаться хотя бы. Может, что-то бы вышло. Ну, бомбка, да. Ну, то есть хотя бы взять, вот ты бы взял Питер, я бы взял бы Москву. То есть Москва вообще качественно стояла. Там Питер очень сложно берет, я сразу положил. Очень. Но он обстреливается только вплотную, а не вплотную, по-моему, с одной клетки только, которая на побережье. То же самое с Нижним городом. А к Нижнему еще пройти там тебе очень сложно, пройти за одну клетку так гуськом. Ну да, кстати, арты. На какой стадии арты или там арбалетки какие-нибудь? Ну да, кстати. Это вообще очень классно, потому что есть та статуя у него. Ну, я... У меня просто инженера не было. Я мог прожечься и раньше, у меня просто инженера не было. Ну, когда-то инженером бахнул этот, Хаббл. Ну, вот мне не хватило три хода, чтобы его купить. Я уж не стал тогда сжигать ученых всех. А, кстати, вот я очень удивился, что ты не автократив взял, потому что ты был посреди всех, и у тебя было много денег, и ты мог вообще автократить вообще ничего. Да не было много денег. У тебя где-то плюс 200 вход было, нет? Плюс 200 вход. Да не было там 200. То есть в конце только атак, там я смотрел, там мало денег было, да? А, ну, я... Он даже не мог купить, когда я в нем напал. Я смотрел, у кого-то было много денег, и кто-то не взял... Ну, у Египта. А, ну, очень много денег у Египта. Потому что он там все понастроил торговую посылу этих двух радарх джунглями, и просто вообще там науки... Ну, да, я хотел улететь по науке. А ты чего не выходил в Экскому, и тупо ко мне не вылетал, прессаживался? Вышел в Экскому, ну, примерно в одно время, несмотря на то, что я построил Хаббл. Ну, нет, в ладо время, там я подумал. Не, ну, слушай, во-первых, я не читал, ты там главный соперник, я там, во-первых, с Эфилопием уже был забрал. По демографии я был в виде первой, кроме науки. Ну, и кроме населения. По-вторых, я тебя не могу с Эфилопием обстреливать, а там в Майю и Эфилопию я мог обстреливать с Эфилопием, поэтому... То есть, если бы мы пошли воевать с русским, то ты бы победил, в целом, это 100%. То есть, опять же, нам с Майя... Не, ну, как так можно говорить, что 100% победил? Вот, ну, ты еще раз. Потому что тебя никто не трогает. Подожди, почему? Да, ну, подожди, почему я выхожу в стелс раньше, чем ты? Почему? Я не понимаю. В каком случае ты о чем говоришь? Так, а в чем разница? В том, что тебе просто юнитов надо было строить вместо там опер всяких или что? Ну, какие другие отечеи? То есть, ты Арту не открывал там, да? Ну, да, я тоже не открывал Арту. Я тоже, кстати, русский не открывал, я не открывал Арту, и я пошел в самолет. Я так же, кстати. Ну, а что догонять меня, Ара, на самом деле ты был впереди, это я догонял тебя, а не ты меня, так что я не знаю, что ты знаешь. Ну, Ара был посередине, понимаешь, а ты был сбоку. Эфилопчик. А не поздно таки стало, 4-й город ты поставил, кстати? Поздно, ну, не то, что поздно, мне некуда ставить было города, я вообще не было на шутку. Поставил нормально, тебе хоть какой-то нужен был город, по-моему. Ну, я же захватил столицу Астека, вот это я и был моим, все. А, точно, точно. Ну, все равно как-то разрывная территория. Она хоть тебе что-то давала, там, производство нормально было. Меня молотков не хватило очень сильно в этой игре, всю игру не хватало молотков. Хотя вроде холмы были, но что-то совсем не было производства, не знаю. Это, ну, кстати, а, сори, что ты перебил. А, не, ничего-ничего. Сириус, ты говоришь, что он зря захватил столицу Астека, а ты как-то не зря посередине. Я не говорю, что он зря захватил. Не, я не говорю, что он зря, где я искал. По Саргады тебе вообще ничего не дали, они тебя затремозили в плане того, что ты воевал. Я там детальку поставил. Не, со Саргады у меня вообще идеально получилось. Я построил три фрегата, и хватило, чтобы взять его в станет. Не, по Саргады хороший город, особенно СГС. Не, по Саргады это единственный хороший мой город был, то есть, да, это единственный хороший город. Столица была хорошей только потому, что она столица. Ну, потому что это столица, она в любом случае не должна быть плохой. А, ну, кстати, ты еще персмер разозил, потому что ГГшку мою взял. Она моей союзником была, счастье давала. Ну, а что, в три города надо было сидеть? Ну, я понимаю, конечно. С другой стороны, я был рад, что ты не пошел на меня ради этого. Пока ты переваришь от ГГшку. Конечно. Да, может, надо было больше искомов высаживать к Майе, чтобы наверняка забирать столицу. Как-то вообще. Не. Да я и Фиопа захватил тремя юнитами. Я что-то всех захватываю тремя юнитами и уже по инерции туда тоже сажу. Покликать. Да, всех тремя юнитами это совсем не так. Да. Да, я на самом деле думал, что если бы я взял Майя, чтобы мне это... Скорее всего, Россия бы тоже тогда побеждала. Но Россия могла не побеждать в том случае... Ну, незначительно. На пару больше искомов, я бы сказал. В тот момент, когда я скинул на тебя эту... Если бы вы не улетали, а как бы... Ну, допустим, я бы захватил его столицу, но он бы не мирился со мной. Там поначалась бы вот эта фигня вся. Город туда-сюда. То есть, ну, толком бы я с этого ничего не получил. Ладно бы это был главный конкурент мой. Тогда, да, можно было вложиться. А так, если бы не было Россия. Так, есть еще третий всех. Тут такое. Вот кого третьего убирать, сложно решить. Да, надо было кого-то третьего убирать. Точно. Кстати, да, вот реально, Ару убирали третьего. Реально, вы бы... Потому что он между вами находился, вы бы его убирали. Ну, так поэтому он включил оборонку со мной. Потому что иначе бы его просто я бы распилил. То есть, Ару? Ну, действительно, да. Ну, когда вот этот вот момент был, когда мы заключили оборонку, я ему где-то за 30 секунд, когда на входы к его предложению, он согласился. Просто Ару из ситуации, мне кажется, в которой оказался, выжил максимум из возможного. То есть, вообще максимум. Ну, если бы он не заключил оборонку, то... Да, то есть, по политике все грамотно. То есть, если он не заключил оборонку, то его распилил в три рики ЦАО. И... Вот, а так он... Я бы его не пилил. Честно. Да, ты сам говорил, что ты сам говорил, это... Давай, Сириус, идем пилить Ару. Ты думаешь, что я говорил? Ну, ты думаешь, что все, что я в игре говорю, это... Ну, так а ты тем самым вынудил его заключить оборонку? То есть, получается, зачем ты это говорил? Чтобы вынудить его заключить оборонку с Сириусом? Да нет, оборонку он заключил из-за того, что я на него ядерку скинул. Я вот так понял. Я думаю, что если бы я даже Мир ему предложил, он бы все равно заключил Сириусу оборонку. Потому что у него скинута ядерка, и Сириус бы по-любому его забрал. Я просто... Мне казалось, что там... Мне казалось, что там есть еще куча войск у Ары, то есть, там, икс комы есть, и стелс. Ну, стелс. Ну, ядер, двори, да. На себя. Не, Ара бы не стал заключать оборонку, если бы ты не собирался его пилить. Это сто процентов. Я вот не уверен. Он бы не стал этого делать, если бы ты не хотел его пилить. Ну, вот, кипсалый мир. Да нет, ну, Ара, скажи, что ты по-любому заключил, да. Даже, чтобы я заключил мир с тобой после ядерки. То есть, тут дело в том, что у Ары были стелсы, а у Сириуса не было стелсы. Либо, если у него даже и были, то у него было очень много ядерок. У Сириуса не было стелсов, или в момент, когда я предлагал, были и стелсы, и икс комы, но у меня не было ядерок. У тебя было очень мало алюминия, чтобы стелсить. У тебя просто было грядом мало. У меня был алюминий вот рядом с его городом, Чеченица. Потом алюминий где-то наверху там был. И еще где-то, где-то, что-то давало. У тебя было всего, ну, нет, у тебя мало было алюминия. Я полил всего алюминий почти всю игру. Немного, да, но мне это ухватило, чтобы осталось построить. Ну, сколько? А серьезно, слушай, а ты был так уверен, что ты раньше шары построишь, корабль, да, что ты так оборонку ему предлагал? Ну, это же волонтерный шаг. Ну, смотри, во-первых, когда я предложил оборонку, помнишь, что я тебе сказал? Я тебе сказал подкрепление наших намерений. То есть, если бы ты согласился бы, то мне вообще бы никто не помешал бы, но ты не согласился. Не, ну, подожди, это другой вопрос, соглашаться это вообще. Ну, по производству я действительно был уверен, то что он, во-первых... То есть, ты был уверен на сто процентов, что раньше построишь корабль? Да, и ты бы на меня не пошел бы, я бы еще ушел, улетел бы ходов на четыре раньше, когда я сказал просто там. Ну, если бы ты продолжил нападение, ну, я не знаю. Ага, вот это фейлбриц. Ну, как официровал бы этих фейлсов. А ты фиопар или мини, как он мог закончиться? А, типа, еще когда он был в игре, тут он хамал, да? И фейлбриц, куда делся, конечно, на мини-персах. Да. Вот, блин, такие мелочи решают игру, конечно, да. Ну, а что-то же должно решать в игре фиопар. Фиопар мелочи. Ну, концовка, да. Так, в принципе, сама игра, мне кажется, не очень интересная. В основном домики и строительство. Кстати, да. Ну, игра реально была не очень интересная. То есть, там у меня, по крайней мере, в турнире, вот игра вот тоже Сары Кицала с тобой и с Гонзой вот мы вчетвером играли, она была интереснее, по-моему. Ну, там войнушки постоянные были, да, и там никто не устал. Понимаешь, что мы делали? Сильные игроки, когда мы воюем, чтобы воюют, они не воюют долго, если сила равная. Они... Ну, как мы воюем, только тогда, когда явно есть смысл в этом. А когда нет... Не, ну, Сириус, помнишь, мы с тобой долго воевали, когда мы с тобой долго воевали, до того, как я себя ядерками называл. А потому что мы с тобой были два лидера. То есть, очевидно, кто выигрывает нашу войну, тот выигрывает. То есть, мы воевали, как бы, ну, как бы изначально, мы... То есть, сначала мы с тобой развивались, потом мы воевали, ну, достаточно долго, там, в оборотах, на ядерках, на всем этом... Да, да, да. Мы были два лидера, после того, как я, по-моему, второй место свое пошел отвоевывать у остальных XCOM'ами. Второе место. Ну, реально, не, мы согласились, потому что, типа, все, я ему не мешаю выигрывать, я пошел играть за второе место. И все, в итоге он там, иначе, умал, все он. А я пошел выносить всех остальных. Ну, вот и закончился этот интересный, по-моему, и необычный сериал. Первый, блин, в таком виде, я думаю, я и в дальнейшем буду такого, в таком формате сериала делать. Не часто, имейте это в виду, не часто, но буду стараться. Мое мнение по игре, ну, во-первых, как вы понимаете, играли сильные соперники, и как бы я их, как бы я их не критиковал, они все-таки, вы понимаете, что мы видели полностью все, что происходит, а они могли только догадываться, что происходит в игре. Поэтому многие вещи, ну, они просто не могли догадаться до этого. Так, вообще, конечно, очень интересно, что Сириус воевал реально со всеми, похоже, вот с самого начала игры, но при этом почему-то ни с кем не испортил отношения, кроме Перса, считайте. Но Перс уже был так ослаблен, что просто никак не мог ему помешать. Потом, наверное, все-таки, да, действительно, зря Тутанхамон раньше вышел, как говорят Ара и Кицал. Но дело в том, что если бы он не вышел, то соперники бы продолжили его пилить. То есть Ара наверняка бы захватил Харрер, Кицала бы, наверное, еще один город захватил. То есть тут идея в том, что как только Тутанхамон вышел, то Эфиопия перестала быть соперницей для всех остальных. И все остальные просто забили на нее, им бессмысленно было тратить ресурсы на уничтожение. Так что зря они вот такие претензии высказывают. Хотя Тутанхамон, конечно, мог еще немного посопротивляться. Как-то так посложнее сделать жизнь ребятам. С другой стороны, я понимаю, почему он расстроился. Потому что, по моему мнению, я до сих пор до конца игры считаю, что агрессия Кицала против Эфиопа была ничем не мотивирована и ничего ему в итоге не дала абсолютно. А наоборот, развязала руки Ара, оставила только трех лидеров, которые никак не могли между собой договориться и как-то объединиться и повоевать. В итоге, ну и Кицал еще дальше потом распылился по войне. То одно туда кинул ядерку, и туда кинул ядерку, и как-то все это не помогало все равно завоевать и что-то получить. В целом, Сириус постоянно как-то странно воевал. Я понимаю, у него отличное место было, отличные производственные места, особенно для ранней игры, потому что на поздних стадиях у него не так много клеток для обработки, но на ранней стадии, ведь он быстро вышел в арбалеты, и он логично, конечно, действовал, пытаясь Перса захватить. Но дело в том, тут, знаете, такая психология, видимо, с ним сыграла. Он посмотрел, что Перс очень фигово развивается, как-то странно поставил города, и расслабился, и решил, что тут ему будет легко его захватить, наверное, слабый соперник, и как-то спустя рукава Сириус провел атаку. Ну и в итоге ничего не получил. А когда уже шел потом на Ару, там вот явно такая, знаете, война ради разведки скорее, а не... То есть, ну, получилось бы, захватил бы Ару, не получилось. Потом просто они оба вдвоем бессмысленно слили войска Абу-Хиопа, тоже ничего не получив, как бы пошли повоевать с Тутанхамоном зачем-то. Так вообще, я вот думаю, что надо все-таки как-то в играх сжигание ученых не очень прикольно, потому что очень быстро пролетает последний четверг. Ну, нет, я не последний четверг, это где-то третья четверть игры между лабораториями и XCOM'ами. То есть, вот эта вот вся стадия очень быстро проносится, потому что игроки именно в это время сжигают всех ученых своих, и просто многие техи мимо проходят, многие войска проходят мимо. Ну, то есть, интересный пласт игры как бы проходит мимо. Во-вторых, конечно, вот оборонные союзы не совсем верно заключали люди. Я еще понимаю, почему Ара заключил оборонный союз с русским, потому что действительно, там выбор был либо оборонный союз, либо майя будет распилен между Египтом и русским. Но Перс случайно, видимо, Виски ему подсказала это, заключил оборонный союз, ну и так далее. И как-то так все оно не очень тут помогло в войне и в победе. Ну и вот, видите, тут очень помогла план на игру. Опять же, вот о чем я говорил, у Сириуса был четкий план победы, и он к нему пришел, практически в последний момент взял нужную идеологию, высчитывал там культуру, чтобы ему хватило, и инженером закончил деталь. В то время, как все думали, что ему еще куча ходов, и я тоже думал, что еще куча ходов, он закрыл, взял нужную социальную политику и победил. В общем, очень такой сериал, конечно, показательный, тут много всего интересного. Единственное, не очень, по-моему, военные действия здесь были не очень. Мы не посмотрели каких-то таких интересных войн, в которых бы кто-то, ну, кицал, захватил Ацтека, но Ацтек там просто тупо был не готов. Тем более, что Ацтек воевал с Эфиопом в это время. Пожалуй, вот только институт Анхамон так хорошо подготовился к атаке Ацтека, он специально шел по нижней ветке, специально вот это все отставал по науке, но вышел в наземные юниты, которые помогли ему захватить Ацтека. Прекрасный план, но в итоге, видите, не помогло и не помогло, потому что тот Анхамон мало участвовал в дипломатии, мало общался. Если вы играете в ФФА с голосом, общайтесь обязательно. Это и есть дипломатия в этой игре, это очень важная часть игры. Если вы не общаетесь, а молчите, то приготовьтесь к тому, что против вас могут неадекватно соперники действовать. В данном случае ведь и Ара, и Кецал, так Эфиопа выключили из игры просто. Ну, на этом все. Жду ваших комментариев, ваше мнение о том, кто как действовал. Ну, я считаю, что Сириус заслуженно победил, и вообще все очень неплохо сыграли. Мне было интересно. И вот, знаете, на удивление, я думал, я честно думал, что так как я сам не играл здесь, то я буду, потому что я не очень люблю смотреть, честно вам скажу, чужие видео по Циви, там стримы и так далее. Да и времени на это нету. Но здесь я с большим удовольствием заменялся комментарием, и даже когда были какие-то, знаете, там паузы в каких-то активных действиях, всегда было что обсудить и на что посмотреть. Очень интересно. Мне самому, как комментатору, вот это все понравилось. Но на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Не забудьте подписаться, если вы еще нет. Лайк, естественно, и поделитесь плейлистом всего этого сериала. Раз вы досмотрели до конца, то, видимо, сериал вам понравился, так что расскажите о нем и другим зрителям, чтобы им тоже понравилось. Ну, а так все. Конец, финиш, финал. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok.